Я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю и которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, вас очень много, но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы слышим все это. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор от имени украинского народа. Мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь, нашим силам мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте. Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду. Рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом «Против войны». Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира. Превратившись в очень большую Северную Корею. Вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс. Продолжение следует...